А пока поговорим на другие важные темы, которые обсуждались накануне. На связи ведущий программы «Вечерний хэштег» Дмитрий Чашков. Добрый тебе день. Доброе тебе утро. Ну, кто как, кто как живёт. Дим, мы ещё не отошли от коронавируса, а в Китае уже вспыхнул новый вирус. Мы совсем не отошли от коронавируса. Шок-контент. Есть какие-то подробности? Вот знаешь, проблема в том, что я его тоже вчера называл новым. Оказывается, что его знают уже практически 10 лет. Его описали. Он известен. Это просто средство массовой информации. Скажем, на хайпе подняли всю историю. У нас там какая-то ещё болезнь из Китая буквально пару месяцев назад угрожала всему миру, но вспышкой не оказалась. И этот самый банда-вирус Даби или Даби точно не буду утверждать, потому что интернет особо не даёт ударения. Он известен достаточно давно, как я тебе сказал уже. Его описали. И главная его особенность является в том, что он переносится при помощи клещей. Так называемые эксодовые клещи. Ну, это вот обычные клещи, которые нас могут покусать. Некоторые там являются переносчиками цефалии, некоторые являются переносчиками бролиозы. Это вот вирус, банда-вирус Даби, который они тоже переносят. На данный момент, насколько я понимаю, в Китае не более 50 заболевших, 7 человек умерло от вируса. Но называть это какой-то вспышкой специалисты не отваживаются. Говорят, что нет, на самом деле это обычное дело. Просто-напросто идёт обычный процесс описания, общение с заболевшими. Ничего сильно страшного нет. Тем более, что вирус есть не только в Китае. Его регистрируют. Понятно, что это Юго-Восточная Азия в первую очередь. Но его фиксировали и в Северной Европе, в приграничных с Россией территориях. Обычная, в общем, вещь. Врачи, эпидемиологи давно с ней знакомы. Вспышки. Ну, как мы понимаем, что на улице сейчас у нас плюс 17 в Тюмени. Да и вообще, в принципе, в России обещают уже песню Софии Ротару «Вот и лето прошло, словно и не бывало». Поэтому клещи не будут больше так активны. Ну, то есть это абсолютно сезонная история. Бояться нам её нет смысла. «Зачищаемся от клещей так же, как и защищались раньше». Всё правильно? Да, конечно. Традиционными методами. Ну, хорошо. Тогда вернёмся к злосчастному коронавирусу, к его последствиям. Возможно, часть работодателей готовы перевести сотрудников на удалёнку навсегда. Есть какие-то прогнозы вообще? К чему приведёт такая форма трудовых отношений? Слушай, здесь прогнозировать трудно, потому что... Ну, во-первых, это выгодно работодателю. Да, потому что ему не нужно платить за аренду площадей, ему не нужно платить за уборку там офисов, ещё чего. То есть это нормальная экономия. С другой стороны, чем это может грозить как раз людям, которые строили вот эти вот огромные офисные центры? То есть порядка 20% тех людей, которые у них арендовали площадь, они могут не вернуться. Понятно, что им придётся как-то переориентироваться, рынок как-то менять для того, чтобы не уходить в глубокий минус. На самом деле всё очень просто, в трудовом законодательстве уже более или менее предусмотрено. Если работодатель тебя захочет отправить на удалёнку, и если это не прописано у тебя в договоре, можно просто написать в связи с угрозой возникновения новой вспышки коронавируса. Всё просто. Делается дополнительный какой-нибудь приказ, тебя туда вносят. Ну, главное, что тебя как сотрудника может радовать. Зарплата твоя должна обязательно сохраниться. Так, а отпуск? Потому что некоторые работодатели уверены, если человек работает на удалянке, то ему и не надо и в отпуск ходить. Это законно вообще? Нет, слушай, отпуск сохраняется, потому что мы говорим всё-таки о работе. Если ты даже дома выполняешь свои обязанности, тебе по законодательству положен отпуск, в зависимости от того, где ты живёшь, какая у тебя там работа. Ну, там всякие разные есть подводные камни у трудового законодательства. Так, ну хорошо, давай тогда продолжим тему бизнеса. Российским компаниям обещают вернуть деньги за профилактику ковида на местах, в принципе, вот за эту обработку, за покупку дополнительных оборудований и так далее. Куда обращаться и на какие суммы вообще можно рассчитывать? Нужно обращаться в налоговую. С 15 июля 2020 года в налоговой начали принимать заявления предпринимателей, от индивидуальных предпринимателей, от некоммерческих организаций. До 15 августа, то есть у нас сейчас 13-е, как ты сказал, день. Ну, дня-то полтора-два с половиной у нас ещё осталось для того, чтобы подать заявление. Ну, не у нас, а у предпринимателей в первую очередь. История какая? Если вы попадаете в список тех отраслей, которые пострадали, отрасли экономики, которые пострадали, постановление номер 976 2 июля 2020 года, там есть ещё особые условия, да, при которых предприниматель может рассчитывать, то, в общем, вам нужно обратиться в налоговую. И либо электронно подать заявление, либо прийти непосредственно написать заявление. Единоразовая выплата 15 тысяч рублей на предприятие и плюс ещё по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника будет выплачено вам за то, что вы, так скажем, пытались его обезопасить, всячески обрабатывали площадь. Но главное, чтобы эти сотрудники у вас были по состоянию на мае 2020 года, насколько я помню, если всё правильно помню. То есть официально трудоустроены на мае? Да, конечно, конечно. А те компании, которые пострадали, насколько я понимаю, это рестораны, да, это... Ой, там большой список сфер, понимаешь, средства массовой информации, там, где мы работаем, тоже попали в список предприятий, которые пострадали от коронавируса. Там его всё время меняли, его дополняли, как-то что-то вот там дописывали. Поэтому это... Я думаю, что предприниматель, который занимается непосредственно какой-то деятельностью, он в курсе, он попал в список пострадавших или не попал в список пострадавших отраслей. Ну хорошо, тогда вопрос, связанный с выплатами для россиян. Есть информация, что люди могут рассчитывать ещё на одну выплату на детей в размере 10 тысяч рублей. Кому она положена? Куда тоже писать заявление? Куда идти обращаться? Я вчера вечером уже прославил нашу коллегу и твою замечательную подругу Светлану Зорину, сделаю это ещё раз, редактор. Дело в том, что ей повезло. Она, у неё ребёнок родился в период июль-август-сентябрь 2017 года. Так вот, в общем, дорогие родители, если у вас ваши дети родились тоже где-то вот в этот период, именно июль-август-сентябрь 2017 года, то вы можете получить на них 10 тысяч рублей. Правда, нигде об этом открыто не говорится, автоматически деньги вам не придут, поэтому нужно писать заявление. Какая история? Дело в том, что вы сначала получили выплату на детей как до трёх лет, там по 5 тысяч рублей, насколько я помню, в месяц положено было, а потом от трёх до шестнадцати. Но опять же вы попали в этот период, и вы можете получить деньги. Всё просто, заходите на портал Госуслуг, заполняете анкетку, и счастье вас ждёт в виде 10 тысяч рублей, которые обещал Путин, в общем, родителям за их детей. Ну, про какие-то сроки говорят, там, через сколько придут деньги, через месяц ждать, через два, через полгода. Ой, слушайте, это неизвестно, это мы можем у Светланы спросить, когда ей поступят деньги. Но тут главное, смотрите, если у вас ребёнок родился в июле, то вы подаёте заявление после того, как у него прошёл день рождения, то есть в августе. Если у вас ребёнок родился в августе, то вы подаёте позже, когда уже был день рождения. Если в сентябре, дождитесь, и потом подаете заявление. То есть вашему ребёнку должны исполниться полных три года. В таком случае вы можете уже рассчитывать на поддержку государства в размере 10 тысяч рублей. Опять же, повторюсь, госуслуги особо об этом нигде не трубят, по телевизору об этом не рассказывают сильно. Поэтому нужно зайти, чуть-чуть поискать, и, в общем, будет вам счастье. Ну, Дим, всё понятно. Спасибо тебе огромное. Удачи и хорошего дня. Спасибо большое.